Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает вопадом. Сегодня речь пойдет о настоящем шедевре. Книга со странным названием, библейские сюжеты в барельефах Петербурга, предназначена для детей. В страшном сне не приснится такое название для детской книжки. Но если вы вдумаетесь, если вы не испугаетесь этого названия, откройте, прочитайте не только аннотацию, но полистайте саму книгу, вы будете потрясены, потрясены тем, что удалось издательству Форда Винт. Это действительно кениально. За серию таких книг, посвященных различным памятникам в различных городах, не знаю, господи, что бы отдал родитель, который действительно хочет донести высокое искусство до детей. Это фантастически сделано, это фантастически задумано. Идея очень проста. Существуют те особенности архитектурных памятников, которые никто не замечает. Информационная нагрузка этих деталей, она колоссальна. Потому что что такое икона, фреска, барельеф, скульптура в готическом храме, в средневековом православном храме, да? Что это такое? Это Библия для неграмотных. А Библия, это был универсум, это был такой компендиум, в который включал в себя всю Вселенную, все знания, философское знание, и в большем смысле духовное знание о мире и о человеке. И количество сюжетов, и разработка персонажей, и типовые какие-то моменты, да? И уникальное то, что привнесено автором эпохой или регионом, да, вот в этот вот типологический сюжет. Это настолько разнообразно, что это можно изучать не одну жизнь, и материал не станет от этого неинтересен, да? Теперь что мы имеем? Когда мы идем с ребенком на экскурсию, мы чаще всего знаем историю самого памятника, мы можем немножко рассказать про архитектора. Вот вам Тон, вот вам Монферран, да? Вот вам Растрелли, да? И на этом все, потому что только опытный экскурсовод или очень хорошо подготовившийся родитель может рассказать чуть больше. А есть вещи, которые в принципе недоступны. Для чтения этой книги вам понадобится, не удивляйтесь, бинокль. Без бинокля это нереально. Когда мы читаем трогательную историю о том, как средневековый скульптор где-то там под потолком готического собора при помощи там зубила и молотка делает какую-то статую или рельеф. Непонятно для кого, потому что никто никогда больше не поднимется на леса под потолок этого готического собора и там на высоте 10 метров, 20 метров не рассмотрит вот детали этой скульптуры. Он, как нам говорит энциклопедия и как нам гласят искусствоведческие источники, делает это по велению сердцу для Бога. Потому что истинный зритель всех этих картин, да? Точно так же, как истинный зритель и болельщик состязаний олимпийских в древности, в древней Греции был Зевс. Здесь, значит, Господь должен видеть все эти детали и оценить работу мастера. Хотя человек, все эти замечательные завитушки на горгульях, да, все эти замечательные, написанные под темным закопченным потолком, еще не закопченным, но которые никто никогда не рассмотрит, фрески, все эти барельефы, хотя человек рассмотреть не может. У нас есть высший некий зритель. С одной стороны, это абсолютно точно соответствует истине. А с другой стороны, это уже не так. Это не так было еще в 19 веке, а уж в 20 веке с его мультимедийными возможностями, с его доступностью. Пошел в киоск в любой, да и купил бинокли. Это же проблема, что ли? Это, конечно, совсем не так. И когда детей ведут на такую экскурсию, да, вот поэтому библейские сюжеты и поэтому барельефы Петербурга. Потому что, как совершенно справедливо гласит аннотация, ни один из 27 барельефов Казанского собора вы не видели и не запомнили. Я за всех не поручусь своих зрителей, но я на самом деле совершенно верно не запомнил. И если какие-то вещи мне неудивительны, я с удовольствием расскажу о них ребенку, опираясь на эту книжку, да, ну, я и так и знаю, почему Господь въезжал в Иерусалим на осле. Я, конечно, при этом не присутствовал, но рассказать об этом ребенку способен, да. Я понимаю, почему это так изображено. Мне не надо рассматривать барельеф где-то на уровне третьего этажа, да, через бинокль. Но есть вещи, которые меня действительно потрясают. И если, допустим, я подзабыл историю христианизации Армении, опять же, я строго следую аннотации книги. Вот, причем там оборотенье, что это там произошло, это действительно интересненько почитать будет. То остальные вещи мне пригодятся именно как опора, как схема, благодаря которой я буду уже не просто гулять, посматривая на окружающие меня красоты, а вооружаясь конкретным знанием, показывать ребенку то, что действительно стоит запомнить и рассмотреть в деталях. И для этого книга сделала все. Здесь есть и сюжеты тех барельефов, которые описаны, и точное местоположение их указано на очень понятных и очень детализированных схемах. Есть их воспроизведение в виде книжной иллюстрации, и фотографическая, и прорисовка, да. Вот можно найти каждый рельеф, показано где, чтобы вы не путали, чтобы вы действительно эту экскурсию выстроили правильно, потому что любая экскурсия – это жестко ограниченное во времени мероприятие. И на примере этих блестящих произведений искусства показано, что именно и как именно происходит с библейскими персонажами. Вот, допустим, знаменитые флорентийские врата. Мне сказочно повезло. Один раз в жизни я был во Флоренции, я видел эти врата в оригинале. Видел их, как они выглядят. Но, как вы догадываетесь, не было у меня пары часов, чтобы постоять перед ними, помедитировать, рассмотреть их внимательно. Подойти вплотную к ним, наверное, можно. Но, так как они намного выше человеческого роста, то верхние рельефы рассмотреть вам не удастся. А уж тем более, вряд ли вы вспомните все сюжетные ходы и все детали каждого хода, которые изображены в этих квадратных фрагментах на вратах. Когда вы будете это читать, вы, конечно, будете поражены, насколько многое вы подзабыли или не знали вообще. И так расписаны 10 главных памятников Санкт-Петербурга. Именно с точки зрения того, что нужно увидеть сквозь бинокль, глядя в определенное место, потому что там изумительные, совершенно красивейшие барельефы. О цветных рисованных иллюстрациях книги я еще скажу в конце. И эти барельефы достойны того, чтобы их рассмотреть сначала самому, а потом показать ребенку. Тут фактически половина библеистики будет использована, да, и базовые знания будут заожжены благодаря вот этим памятникам. Не говоря уж о том, что это в принципе приучит ребенка внимательно рассматривать детали во время экскурсии, обращать внимание на те вещи, которые кажутся в целом такими красивенькими, да, вот как бы, да, цельными, да. А на самом деле каждый элемент наполнен смыслом. Эти элементы надо запоминать и надо соотносить их с целым, с общим впечатлением. Это необычайный искусствоведческий навык, очень важный. Без него восприятие классического искусства, особенно в виде архитектуры, просто невозможно полноценное. И этому тоже очень учит книга. Здесь есть и крохотный словарик, здесь есть и вопросы задания, здесь есть и перечень сюжетов, здесь есть масса дополнительной информации. А самое главное, что все вот это, весь этот разнородный, довольно сложный материал, он очень стильно изложен. Посмотрите, какие здесь рисованные иллюстрации. Они передают не конкретные виды улиц Санкт-Петербурга, и не памятники 19 века, и не их фрагменты. Они передают ощущение от того, как ты соприкасаешься с библейской древностью в передачи художников 18-19 века, 20 века. Как все это преломляется. Они передают атмосферу. И этот воздух взять больше неоткуда. Ты его словами построишь только если ты настоящий поэт. А честно говоря, я мало встречал людей, которые могли бы проявить этот поэтический навык во время короткой, насыщенной информации, экскурсии по каким-то архитектурным местам с детьми. Лучше, если у вас под руками будет вот такой волшебный помощник. Потому что на самом деле, конечно, это волшебно нарисовано и очень тонко, очень поэтично, да, и очень созвучно тому, о чем рассказано в самой книге. В целом, задумка близка к гениальности. То есть, действительно, а походить бы с биноклем вот таким вот именно путеводителем, руководствуясь по Москве, по моему родному городу, по Вологде. Там тоже есть что-то, что просматривать на высоте, хоть, конечно, не так богато. Вот. А некоторые вещи мы абсолютно не знаем. И в следующий раз, когда я поеду в Питер, я, конечно, постараюсь прихватить с собой эту книжку. Да мне самому любопытно поэкспериментировать, посмотреть, с биноклем походить. Ведь снаружи, как говорится, в общем виде я все это рассматривал. А вот эти детали, конечно, от меня уплыли. Это стопроцентно. Книга невероятно интересная. Задумка оценена мной на пять с тремя плюсами, если какие-то школьные отметки здесь уместны. Издательство Forte Wind, по-моему, открыло целую тему. Потому что простой подручный предмет, бинокль, помогающий рассмотреть. И меняется совершенно взгляд на сам город, на его архитектурную составляющую и на его пространство. Оно меняется, оно становится ближе. Вот эти вот громады колоссальные, они делятся на какие-то отдельные, очень живые, очень трепетные, очень теплые истории. Потому что там очень много... Это, конечно, с большой любовью рассказаны, пересказанные библейские сюжеты. И там очень много становится близким, понятным. Вот эти громады холодные, гранитные и мраморные, они становятся гораздо человечнее благодаря этой книге. Вот такой вот путеводитель. Библейские сюжеты в Борелехах Петербурга. Очень рекомендую. Спасибо за внимание.